Я хочу познакомить вас с врачом-дерматокосметологом Овчинниковой Ириной Игоревной. По совместительству моей сестрой, она прилетела специально из Москвы для того, чтобы познакомить нас со способами, которые действительно могут влиять на гравитацию. Ведь правда же? Конечно. Можем ли мы повлиять на последствия гравитации? Конечно, Оля, можем повлиять на гравитацию и улучшить за счет этого и создать лифтинг лица. То есть косметология сейчас может очень многое. Ты моя сестра, я, конечно, знаю, что ты закончила, я знаю, что ты врач, но все же для наших зрителей, я думаю, что тебе надо сказать, какое у тебя образование и какую ординатуру ты закончила. Я училась в Киргизской государственной медицинской академии, ее закончила в 2002 году. И затем я уехала в Москву получать образование более такое узкое. То есть я получила образование в специализации дерматовенерология. Затем началась моя карьера в косметологии, то есть я стала врачом-косметологом. И уже начала развиваться в этом направлении. То есть косметология поняла, что это мое. Сегодня все знают такие слова, как ботулотоксин, гиалуроновая кислота, лазер. А какие самые популярные в народе способы омоложения? Я считаю, что человеку, пациенту нужно найти своего врача в первую очередь. И ваш доктор, которому вы доверяете, он может вам назначить правильное лечение. То, что в эстетике, это основное. То есть лечение, не которое сейчас популярно на данный момент, или те аппараты какие-то, или препараты, а что именно нужно человеку в данном случае. То есть подходить, это может быть пациент 18 лет, это может быть пациент за 40, за 50 лет. То есть более какие-то возрастные изменения. То есть нужно индивидуально подходить. Ты знаешь, многие мои подруги боятся даже слова ботокс или ботулотоксин. На самом ли деле так страшен вот этот препарат? Вот, пожалуйста, вот разъясни вот это. Я думаю, что это связано с какими-то мифами, которые люди, в общем-то, можно сказать, так придумывают. И люди просто не осведомлены. То есть сейчас проблема в том, что вроде информации много, но на самом деле конкретной такой, более правильной информации люди не получают. Эту информацию должен давать, давайте, конечно, врач, верно, это косметолог. Ботулотоксин стал использоваться в медицине еще в 90-х годах, даже еще раньше, в 80-х. И начал он использоваться в неврологии в первую очередь. Затем уже увидели, что морщины от... То есть у пациентов такой побочный был положительный эффект, что морщины стали разглаживаться. И уже потом начали использовать и в статической медицине. То есть в основном это верхняя треть лица для коррекции мимических морщин. Верхняя треть лица в области межброви, лба, в области глаз. Наверное, второй по популярности препарат – это гиалуроновая кислота. На самом деле она обладает таким чудесным действием. И даже кремы с ней очень сильно омолаживают. Гиалуроновая кислота, конечно, сейчас очень активно используется. То есть есть препараты стабилизированные, не стабилизированные. Стабилизированные препараты используются для лечения, для увлажнения кожи. То есть более поверхностных слоев кожи. Стабилизированная гиалуроновая кислота, она создает объем. То есть она восполняет какие-то дефекты. Допустим, в области носогубных складок можно восполнить объем в скуловой области, в области височной, подбородок. И так называется процедура – контурная пластика. То есть используется для объемного моделирования. В общем-то, сейчас даже очень активно стало использоваться для коррекции носа. То есть это более такой вот уже продвинутый метод, когда используется для коррекции носа. Мне кажется, тоже дает очень красивые результаты в правильных руках. Гиалуроновая кислота используется для коррекции губ. Я это знаю. А почему многие девушки, женщины боятся корректировать губы? Да, действительно, для увеличения губ используется гиалуроновая кислота. Стабилизированная гиалуроновая кислота. То есть филлер на основе гиалуроновой кислоты. Но сейчас мы видим очень много не совсем корректной работы докторов. Потому что происходит гиперкоррекция в этой области. Я думаю, что многие пациенты, видя эту работу, боятся, чтобы не было большого объема. То есть нужно получать, конечно, более эстетически. То есть надо подчеркивать именно свою красоту губ. И не всегда мы это видим. То есть губы меняются. Они меняются таким образом, что даже человеку становится тяжело разговаривать. Ну, то есть видно-видна гиперкоррекция. А эстетическая медицина, она создана для того, чтобы подчеркнуть красоту человека. И продлить молодость женщины. Ну, и не только женщины, но и мужчины. Вот. Когда мы получаем не очень красивую работу, конечно. И поэтому создаются опять-таки такие мифы. И люди боятся именно. Давай поговорим про нити. На самом ли деле нити оказывают такой сильный омолаживающий эффект? Или это какие-то сказки? Сейчас очень много используется действительно нитей. Нити состоят из разных материалов. Нити состоят из полидиоксанона. Это рассасывающийся материал, шовный материал. И также из полимолочной кислоты. И капролактона. Но я рекомендую чаще всего все-таки из полимолочной кислоты. Потому что препарат, помимо еще того, что мы можем создать натяжение, то есть поработать в плане лифтинга лица, но еще также дает ревитализирующий эффект. То есть очень хорошее увлажнение, качество кожи улучшается. Мы достигаем омоложения кожи и плюс лифтинг. Когда мы достигаем и того, и другого эффекта, это очень хорошо. Это работает более объемно. Человек получает омоложение очень заметное. Давай подведем итог. Что на самом деле может косметология? И насколько высокие результаты она дает? Сейчас косметология стала развиваться на стыке с хирургией. Но все-таки это не взаимозаменяемая, конечно, профессия. То есть косметолог, врач-косметолог, он должен параллельно идти с врачом-хирургом и друг друга поддерживать. Так как косметология может улучшить качество кожи, а хирургия может создать истинный лифтинг, конечно, для пациента. Поэтому взаимодействие двух этих профессий, оно, конечно, должно быть. Спасибо, Оля, что пригласила меня в Бишкек, мой родной город. Я очень рада всегда здесь побывать, увидеть тебя, свою семью и свой Кыргызстан. Спасибо. Вы посмотрели программу «Линия жизни» на канале ТВ1КG. Желаю вам здоровья, чувствуйте себя молодыми и счастливыми. Ольга Че только для вас.